На ваших экранах пятиэтажные дома, которыми никого не удивить, потому что они есть по всей нашей стране. Но в Москве есть интересная программа реновации, которая несет в себе переселение людей из старых пятиэтажек в новые дома. Давайте я внесу ясность для жителей нашей страны, что такое вообще программа реновации. Простыми словами, вот вы проживаете вот в этом пятиэтажном доме. К вам приходит администрация города и говорит, давайте-ка мы вас переселим в этом же районе, только в новый дом, да еще и при этом дадим вам квартиру, возможно, чуть большей площади. Звучит неплохо, потому что некоторые люди на это соглашаются, соответственно, их переселяют в этот дом. Те дома, которые пошли под реновацию, их сносят, на их месте построят что-то новое. Досмотрев этот ролик до конца, я вам гарантирую, что у вас останется интересное послевкусие. Вам будет что обсудить с вашими друзьями, с вашей семьей. Но, друзья, прежде чем мы начнем, я просто обязан вас познакомить с приятным спонсором этого выпуска. Я думаю, вы не будете спорить с тем, что сегодня вся наша жизнь плавненько перетекает в интернет, в плане того же самого общения. Все уже в мессенджерах, все через социальные сети. А познакомиться свободному человеку с девушкой, так и вовсе будет целая проблема. Потому что многим сегодня комфортнее это делать через интернет. И именно поэтому я вам хочу рассказать про один из самых популярных сайтов знакомств Julia Dates. Julia Dates это сайт знакомств, рассчитанный на все типы отношений. Здесь вы можете найти человека противоположного пола, с которым можно отлично проводить время. Возможно, найдете свою любовь, ведь это сегодня далеко не редкость. Многие из ваших же знакомых познакомились в интернете. Вы можете найти здесь партнера по сексу, содержанку или спонсора. На сайте знакомств Julia Dates есть гибкие фильтры, благодаря которым вы можете найти человека по вашим критериям. Здесь все кроется в деталях. Тут даже размер груди и цвет волос можно выбрать. Вам действительно понравится то, как работает на сайте Julia Dates модерация. Она отсеивает различных троллей и фейковые странички. Здесь только те люди, которые действительно пришли с целью познакомиться. И еще, я вам рекомендую обратить внимание на премиум аккаунт, ведь он дает много действительно нужных преимуществ. Переходите по ссылочке в описании и регистрируйтесь на сайте Julia Dates. И один из вас случайным образом получит премиум аккаунт, функционал которого действительно будет полезен. И я не удивлюсь, что кто-то из вас через пару лет мне напишет, Димон, я женюсь или выхожу замуж. И знаешь, где я с ней познакомился или с ним? На сайте Julia Dates. Встречайте, мы приехали в жилой комплекс Мукомольный 2. Это комплекс комфорт-класса из пяти зданий, построенных по программе реновации для жителей Пресненского района. Вот эти пятиэтажки, которые вы видите на экранах, как раз попадают в программу реновации. Кто-то согласился переехать из старого дома в новый дом, вот этот. Кто-то не согласился, и, соответственно, часть людей останется жить в пятиэтажках. В этом же доме можно купить квартиру. Вот интересно подумать, да, новостройка с видом на Москву-Сити. Сколько же стоит здесь жилье? Нам достаточно залететь на Циан и посмотреть, что однокомнатная квартира площадью не более 40 квадратных метров стоит здесь 14 миллионов 500 тысяч рублей. У этой квартиры не то, чтобы нет балкона, там, можно сказать, даже окна не открываются. Это вас ждет впереди. Двухкомнатная квартира здесь стоит под 20 миллионов рублей. Цены бешеные, но, кажется, да, за такую цену вы должны получить достойное жилье. По сути, мы с вами приехали в самые настоящие каменные джунгли. Те, кто проживает за городом в своих домах, они сейчас посмотрят на все это и скажут, да, вообще караул. Потому что дома на самом деле, ну, они как будто внешне неуютные. То есть, опять же, на вкус и цвет кому-то, возможно, понравятся светлые тона. Мне уж, если честно говоря, нравятся больше темные тона, как тонок, на мой взгляд, поуютнее. Но суть не в этом. Суть в том, что здесь огромное количество народа. Парковочное место здесь платное. Оно стоит около 2 миллионов рублей за одно машиноместо. Если смотреть аренду, это примерно 6 тысяч рублей. А там, опять же, как договоритесь, торг, ребята, он уместен всегда и везде. Соответственно, двор как бы закрытый, но при этом мы можем легко везде попасть. Вот мы сюда приехали, идем к товарищу. Тут, по идее, должен быть какой-то дымофончик. Исключительно для жильцов. Заходи любой, кто хочет. Вот стоя возле этого дома, скажем так, у подножия, ну, это реально просто какая-то скала. Самая настоящая, человейник. Вот это вот, друзья, реально человейник. При этом рядом еще строится. Если посмотреть общий план, здесь как бы принцип такой, то, что здесь будет застроено все именно высотными домами большими. Потому что рядом Москва-сити, типа, получится какой-то такой некий образ такой многоэтажной Москвы. Детская инфраструктура, которая есть возле дома, да, ну, что нужно? Детские площадки, качельки для выгула собак. Зон нет никаких, то есть это все отдельно. Факт в чем? Сегодня, выходной день, в воскресенье, никого нахрен нету. Периодически люди выходят куда-то в магазин, уходят-приходят. Но в целом такое ощущение, как будто дом не заселен. Но дом на самом деле заселен. В общем, друзья, можно ходить, болтать бесконечно. Краткую экскурсию по этому райончику я вам уже провел. Давайте позовем нашего владельца и послушаем, что он расскажет нам, как жилец этого дома. Итак, друзья, знакомьтесь, Данил. Данил, привет. Спасибо большое, что ты пригласил нас в гости. Показать, рассказать. Друзья, давайте краткая вам информация. Данилу 22 года. Данил приехал в Москву полгода назад со своей женой. И в этом доме он снимает квартиру. Однокомнатную квартиру площадью около 40 квадратных метров. По какой цене? 60 тысяч плюс все очки и вода. Вот расскажи, пожалуйста, все наблюдения свои. Потому что тебе действительно есть, что рассказать. И эта информация, ребята, вам будет не то, чтобы даже полезна, а просто интересно послушать. Счетчики и вода. Сколько ты платишь по счетчикам за воду? Вот в этом декабре 2 700 вышло. 2 700. А в общем содержание дома по коммунальному услугу? Почти 20 тысяч. 20 тысяч рублей, друзья. 20 тысяч рублей за содержание вот этого дома. Вопрос, почему такая цена? Неизвестно. Откуда вообще это все берется? 5 тысяч берут за уборку территории. А капремонт, хотя дом сдан год назад плюс-минус. То есть капремонт, то есть его по сути первые 3 года или 5 лет вообще не должны брать. Но его здесь берут. Потом что еще? Ну вот за все тут насчитывают. За уборку там дома. Ну то есть вообще просто по максимуму тут считают. И вот из этого складывается 20 тысяч. Здесь есть подземный паркинг. Подземный паркинг, насколько я знаю, стоит, ну говорят люди, там миллион, два. Уже два с силы того, что дом сдан. Ну миллион точно он стоит. Аренда его стоит? 6,5-7 было написано так. Вот мы на сегодняшний день приехали сюда в воскресенье. Сейчас плюс-минус места свободные есть. Ну да, еще считается нормально. Если приехать в будню, что будет? Тут вечером, тут негде парковаться. Вот там едешь, паркуешься, потому что места вообще как бы тут нету. И еще тут дорогу не сделали. Дорогу сделают, тут вообще будет. Самое интересное, что когда я читал про этот ЖК, пишут следующее, что, соответственно, первые этажи, это коммерческая недвижимость, где должны быть различные магазины, какие-то, ну, условно, фитнес-центры, кружки, йога и так далее, прочая история. Насколько я знаю, дом уже год как сдан. Даже больше. Даже больше. То есть он уже в активную живут, люди заселяются. Да, люди заселяются, да. Есть что-то на первом этаже? Нет, только знак аренда сдается. То есть нифига ничего нету? Ну, потому что бессмысленно. Ага. Тут как бы получается тупик, тут выехать, пешком пройти насквозь нельзя. Вот тут тоже Москва-Сити, к примеру, да. А тут, ну, тупик и все. Как человек, который занимался бизнесом и держал кафе, я бы тут точно ничего не открыл, потому что, ну, это точно провал. Понятно. Так, вопрос, смотри, сзади нас периодически проезжает то МЦД, если я не ошибаюсь, то какие-то поезда товарные. Говорят о том, что от них дикий шум здесь постоянно. Да, мы еще вот здесь живем, как бы, ну, первый подъезд, сюда окна, еще как-то более-менее. Но вот кто живет, вот, который туда окна выходят, там и ТТК, там и поезда, то есть, ну, шум этот намного еще усиливается. При этом риэлторы говорят, Москва-Сити, вид прекрасный. Да, друзья, самое главное, что отфоткать этот объект можно так и немножко дорисовать его, что все будет шикарно. Друзья, вот это вот в дальнейшем здесь будет эстакада. Соответственно, вот эти вот железки, которые вы видите, арматуру, там будет достроена эстакада. И, соответственно, еще и здесь будут тачки проезжать. И, соответственно, эти парковочные места, говорят, тоже куда-то уберут. В общем, здесь будет вообще весело. Знаете, такие самые настоящие джунгли в городе. Далее, касаемо дома. Вот, смотри, вышел ты погулять с детьми. Народа особо нету, но это не суть. Вот написано, с собаками гулять нельзя. У меня есть собака. А куда вообще с ней ходить? Здесь какие-то отдельные зоны для них есть? Не, ну, получается, как бы тут отдельных зон нету. И поэтому, хоть и знак есть, но люди так же с подъезда спокойно выходят. Они спокойно так же с собакой. Тут она у них ходит, не все за собой убирают, абсолютно не все. Да, кто-то, я вижу, там с пакетиком вышел, убрал. Еще у нас, получается, эта площадка на той стороне еще есть, как центральный, да, вход. Там люди так же вышли, где собака сходила, там и сходила. Грубо говоря, мест специальных нету. Слушай, а вопрос такой. А вот, например, вот эти дома современные, они идут все без балконов. Да. То есть, что-то рассказ на какое-то энергосбережение. Для чего-то, в общем, это нужно, да. Балконов нету. В том, то, что ты рассказываешь, и я также читал отзывы некоторых жильцов, что здесь сделано как. Вот обратите внимание. Вот идет дом, да, и вот такие перегородочки идут. Там должны устанавливаться кондиционеры. Ну, какой косяк произошел? Получается, когда делали дом, не сделали, чтобы коммуникация подходила к кондиционеру с квартиры. То есть, грубо говоря, вы можете поставить кондиционер. Вот те, кто живут поблизости, потому что мы смотрим, у некоторых они есть. То есть, можно там стену продолбить и завести его. А те, кто живут дальше, то есть, с физической возможности, ну, как-то его тащить нету. Это тоже интересная история. Друзья, глядя, как минимум, вот на этот дом, вот, честное слово, я не знаю, вот, даже не поворачивается язык сказать, что это жилой дом. Вы посмотрите, проспер на окна, да, вообще на отделку. Такое ощущение, как будто это какое-то коммерческое здание здоровое. Это, эти окна, они расположены во двор. То есть, здесь рядом ничто не проезжает, здесь машины не ездят, но здесь они уже все грязные. И фишка в том, мы вам ее покажем изнутри квартиры, что окна здесь полностью не открываются, и ты при всем своем желании помыть не сможешь. Хорошо, если ты здесь проживаешь, еще там один ты счастливчик помылся в окна. Чуть выше, ты уже никак не долезешь, там, стремянка тебе не поможет. Факт в том, что вообще странно как-то строят дома, так это еще только начало. Пойдемте дальше, мы вам покажем еще пару прикольных фишек этого дома. По сути, ты проживаешь на стройке. Почему стройка? Ладно, ваш дом сдан, но по-любому здесь, если посмотреть что-то летом, здесь много наверняка чего не доделано, чего должно было бы быть. Но самое интересное, что вот этот дом, который тоже строится, и когда ты заезжал, твои окошки выходят как раз на этот дом. Когда пришел собственник, который сдавал тебе квартиры, что был за диалог? Что он тебе сказал по поводу общей? Получается, у него изначально спрашивали, здесь как, только днем они строят или ночью тоже строят? Он как бы сказал, нет, ребят, ночью они не строят, только днем. Мы такие, ну ладно, хорошо, днем все равно как бы на работе, там, не будет мешать. По итогу, получается, днем даже тише было, чем ночью. Потому что ночью не как давая, там, у них машины приезжают с бетоном, кран там строят. Но вообще прям, даже закрытыми окнами такой шум был, ну невозможно. Люди скажут то, что незаконно, нельзя ночью шуметь, работают. Читали, изучали вопрос. Да, получается, кто-то уже жаловался, даже был суд, им там присудили штраф, что-то в районе 100 или 200 тысяч. Они выплатили, ну и все, ничего не изменилось в принципе. Для строительства таких домов 100-200 тысяч, ну это примерно как вот 10 копеек, вот сейчас оштрафовать его там или кого-то из нас. Ну это что, это разве деньги? Друзья, все нахрен застраивается, реально самые настоящие каменные джунгли долбят постоянно, соответственно. Ладно еще, сам дом рядом строится, ремонты в квартирах, та же история. Затравочка, дойдем до нее позже, пойдемте дальше. Вот еще обратите внимание, рядом с домом закрытая территория. Что-то похожее на детский сад, соответственно, Данил спрашивает, вроде как детский сад, говорю, детей хоть раз здесь видел? Нет, детей здесь ни разу не видел, то бишь дети играются на общей площадке, а это что-то построили, должно функционировать, но оно не функционирует. Статус жилья в этом доме это комфорт плюс. Рядом у нас открывается шикарный вид на жилье для элиты, для богатых. Вот на самом деле, друзья, вот смотрите, если так пообщаться, давайте взвесим. Вот это высотки, здесь высотки. На фоне Москва-Сити действительно постоянно все фотографируются. Это отдельный архитектурный объект нашего города. Приезжая сюда, очень много людей останавливаются, смотрят, ну реально, выглядит эффектно. При этом то, что имеем мы сейчас, да, для простого народа, ну как-то, знаешь, особо-то это неэффектно выглядит. В совокупности, да, что Москва, город застраивается спорно, но жить здесь, я уже по рассказам Данила понимаю, что о-о-оу. Слушай, вот ты приехал с Ургута, ты когда сюда приехал, ты, по сути, первый твой жилье, который ты начал снимать. Здесь, да. 60 тысяч рублей. Да. Как это тебя вообще подкупило, что тебе здесь понравилось, видом или что? Ну, получается, то, что высот, ну, на 33 этаже мы то, что живем, высота, ну, как бы, прикольно, да, вот. Недалеко было метро изначально, то, что мы Москву плохо знали, метро недалеко тоже было плюсом, вот. То, что изначально жена хотела жить в районе Красной Пресни, вот он, в принципе, мы когда приезжали летом за машиной сюда, мы здесь катались, смотрели, тут вид Москва-Сити, казалось, ну, круто. Как хотели, в принципе, жить, так и, ну. Друзья, сразу скажу, на него накидываться не нужно, 22 года парню, вся жизнь впереди, блин, ну, почему нет, 22 года, потом он уже, даже сейчас это понял, потому что сейчас ты хочешь отсюда съехать, куда-нибудь поближе к Амкаду, в зеленый райончик. Да, в спальный. В спальный райончик, здесь уже все, финиш, я говорю, а что ты в центр там не перейдешь, внутри Садового кольца. Желаний уже больше нет. Уже все, финиш, насмотрелся на город. Вот мы постепенно гуляем здесь по территории этого ЖК, ребята, конечно, вид здесь чумовой, в том плане, что, ну, это прям реально давит. Вот насколько я сильно люблю Москву, да, мне нравится там мегаполис, жизнь города, но вот это вот, даже это перебор, опять же, говорю, это еще все не достроено. Я боюсь представить летний денек какой-нибудь, пятничный, или там, не знаю, четверг, когда все возвращаются с работы, когда здесь кипит такая движуха. Опять же, здесь просто-напросто, в силу того, что полно людей, а это новостройка, вы понимаете, что в новостройках, правда, живут более молодые люди, у них есть машина, две машины, у них дети, народу здесь будет просто пипец. Здесь, соответственно, будет, но не протолкнуться. Сегодня мы гуляем вроде так, ну, спокойно, никого нет, но сегодня зима, сегодня воскресенье, когда все это будет сдано, когда все здесь заселятся, это будет город в городе. За нашей спиной колясочная зона. Что это такое? Просто закуток, вы можете там зайти, поставить самокаты, коляски, оставить их здесь, при этом здесь же стоит камера. Вот интересная ситуация, смотрите, тебе стукнули здесь во дворе машину. Да, прямо вот под такой же камерой. Соответственно, камеры есть, ЖК, круто, ты обратился в жилищную компанию. Да, мне сказали, что надо писать заявление, но лучше через полицию там обратиться. Я написал заявление в полицию, уже прошло почти два месяца, никто таки ничего не нашел. Самый прикол в том, что ладно там не нашли, прикол в том, что он даже так и не увидел видеозапись этой камеры. То бишь, камера есть для тебя, для твоей безопасности, но как что помочь, хренушки. Друзья, ну вот это вот, мне просто кажется, просто смех какой-то. Ну реально, ну что это такое? Такая картина часто встречается? А, вот такой первый раз вижу на самом деле. Ну тут мусор есть, но он не в таком-то объеме, правда. А в подъездах там, допустим, в лившу заходишь и лежит. Итак, мы с вами приближаемся к главному подъезду, куда, собственно, мы пойдем. Отсюда ты выходишь каждое утро и вот такой ты прекрасный вид наблюдаешь. Правильно? Да. И вот это, друзья, как раз та самая эстакада, которая все строится, строится, скоро она достроится. Будет получаться так, что ты выходишь, отсюда проезжают машины, в дождливую погоду, в пыльную погоду все это летит. Соответственно, картина, ну, городская. Ну что, пойдемте посмотрим, как у него дома обстоят дела. Вот что значит человек пожил и ему есть что рассказать. Вот обратите внимание, дверь уже стоит в фанере лист. Сейчас мы вам поверх кадра выкладываем картинки с разбитыми дверьми. С одной стороны, можно подумать, что люди живут здесь и молодые, долбят, двери ломают. Нет, что происходит на самом деле? Получается, когда заходишь, открываешь дверь, проходишь туда, эту дверь ветром хлопает и стекло разбивается. Здесь настолько сильный сквозняк, ребята, вот просто посмотрите. Как он дальше? Еще и ключ срабатывает здесь в первый раз. Смотрите, здесь просто сквозняк настолько сильный, что когда люди закрывают двери, они долбят настолько сильно, что просто стекла сыпятся. Вот просто даже сейчас мы, когда стоим, оно уже все гуляет. Вот реально просто все свистит. И Данила отмечал так, что когда реально сильный ветер на улице, открываешь дверь, ее еще и открыть нужно постараться. Да, вот так толкаешься. Соответственно, в обратную сторону она залетает очень сильно, несмотря на то, что здесь, понятное дело, стоит специальная лавка, которую придерживает, но тем не менее, сам факт того, что двери все здесь бьются. Вот смотрите, друзья, мы заходим в подъезд. Чувствуете гул? Это просто нереально, это потому что просто он весь напросто сквозит. Здесь у нас находятся два лифта и дальше мы проходим, у нас будет еще четыре лифта, соответственно, на все 46 этажей. Здесь в целом у нас сколько получается квартир? 370 где-то вот так. То есть на четыре корпуса у нас получается ну под полторы тысячи квартир. Да, полторы тысячи. Да, такие есть. Ты рассказывал, что есть интересная особенность по работе этих лифтов. Да, лифты получаются вообще никак не настроены. Ты можешь стоять на 33 этаже, лифт смотришь, едет сверху, он тебя не ждет, не останавливается. Зато снизу, с первого этажа едет к тебе лифт на 33. Не знаю, часто такое прям бывает. Ну что, пойдемте посмотрим, что представляет себе эта квартира и заодно там ты расскажешь свой отзыв на проживание в этом комплексе. Вот мне, знаете, очень часто говорят люди о том, что ну что такого, это же нормально, вот это нормально. Заходите все. Фанера, это для чего сделано? Это сделано для того, чтобы пока жильцы делают ремонт, чтобы лифт они не покорябали. Вот сам факт того, что ты здесь сколько живешь? 5 месяцев. 5 месяцев. Вот за 5 месяцев вот это так и будет. Все расписано. Ты проживаешь, а вот эта вот хрень, да, старайтесь, она будет еще очень-очень долго здесь находиться. Но это не нормально, да? Ну на мой взгляд, новостройка. Ну, такое себе. Все такое заделанное. Друзья, делайте выводы. Лифт едет в принципе быстро, относительно скоростной, не шумный. Да, лифт быстрый, это вот это понятно. Ты когда с 33-го вниз хочешь уехать, быстро вообще приезжает лифт или приходится постоять? Сразу, а бывает вот ждешь, и между тобой ездят другие лифты, но не останавливаются. В реале это минута, две, пять. Бывает, ты три ждешь. Три, то есть реального времени. Реально, да. Три минуты это не быстро. Итак, мы с вами поднялись на 33-й этаж. По метражу, друзья, это получается почти 100 метров над уровнем земли. Смотрите, что получается. Вот здесь подъезд идет. Он у нас на 9 квартир. Первое, что бросается в глаза, когда только выходишь из лифта, духотище просто невыносимое. Вентиляция здесь отдельная история. Она встроена здесь, как бы это про нее можно отдельный ролик снимать, потому что есть люди, кто на этом действительно специализируется. На этом останавливаться не будем. Подсобные помещения. Пойдемте, я вам покажу, как здесь выглядит подъезд полноценный. То бишь, опачки, мы заходим сюда, дальше, здесь уже, естественно, попрохладнее, посвежее, поднимаемся. И вот здесь, по идее, балкончик, на который, ну, по идее, можно было бы выйти, но выйти сюда нельзя, потому что он закрыт. И у какого-то счастливчика есть один кондиционер. Соответственно, сюда их можно ставить больше, но, как мы сказали в самом начале, это отдельная история. Попробуй, покажи, какой бы там был бы вид, вид был бы с балкона на третье транспортное кольцо и на Москва-Сити. Итак, ребята, мы уже с вами в гостях. Сквозняк, это отдельная история этого дома. Я вам сейчас кое-что покажу прикольного. Значит, смотрите, у нас получается 39 квадратных метров. Ну, давайте округлим 40. Площадь, заявленная этой квартире. Она однокомнатная. Вот здесь у нас, по идее, должен стоять шкаф. Мы проходим чуть назад. Коридорчик узенький, но он есть. У нас есть туалет. Соответственно, он совмещенный. Нормально вроде бы все. Вот покажи, пожалуйста, сейчас потолок. А я сейчас сделаю следующее. Смотрите, открываю дверь и закрываю ее. Вот я просто, на самом деле, чуть сильнее руку толкнул. Вы услышали, какой звук? И самое главное, что потолок вот этот ходит ходуном. Да, естественно, плохо сделали. Так, прикол еще в том, что лампочка, как рассказывает Данил, периодически тухнет. Соответственно, вот это большой вопрос. Смотрите, мы проходим дальше и попадаем с вами в одну самую главную комнату. Вот эти стены, они идут несущие. Все остальное, это перегородки. Когда здесь шел ремонт у людей в соседних квартирах, шум стоит дикий. Опять же, как рассказывает Данил, когда кто-то что-то делает там, шпателем стены обрабатывают. Все очень хорошо слышно. Нам еще, можно сказать, дико повезло или не повезло для сюжета, что мы приехали в выходной день. Сегодня тишина. Окна. Вот это, ребята, отдельная история. Значит, рассказываю. Смотрите, в этом доме нету балконов. Соответственно, возможности даже открыть окно полноценно у вас нет. Все, что вы можете получить, это вот такую маленькую щель, чтобы встать и подышать московским воздухом. Более того, ребята говорят, когда были сильные морозы, были мысли даже окна эти заклеивать. Почему? Откуда-то сквозит. Вот сегодня вроде бы нормально, ничего не чувствуется, но когда был сильный мороз, они это ощущали. Здесь, по этому окну, сделана вот такая интересная штучка. То есть, в сторону ее сворачиваешь, и отсюда такой легкий сквознячок идет. Ну, типа сделано для того, что это же пластиковые окна. Закрыл все, закупорился, чтобы можно было дышать. К отоплению вопросов никаких нету, в квартире действительно тепло. А вот вид покажи, пожалуйста, сам. Вот такой вид у нас открывается из окна. Вот с одной стороны, да, можно сказать фу, а с другой стороны, я так просто предполагаю, что когда будет лето, когда все распустится, будет хороший солнечно-ясный день, для любителей городов вроде бы уже не фу. Опять же, все, что мы видим сейчас где-то строится, это строится. Стройка, она бесконечной не будет. Тем более в Москве, тем более в этом районе. Пройдет какое-то время, все здесь будет достроено, и будет такой некий новый облик города, более современный. Понятное дело, что многим людям это не нравится, потому что все дома, которые строят сейчас, они действительно какие-то бездушные, безликие. С одной стороны, они красивее, нежели чем какие-то старые пятиэтажки. С другой стороны, сюда приходишь, понимаете, друзья, не обжитой дом абсолютно, ни район не обжитой, здесь даже души нет, здесь как-то неуютно находиться. Здесь такое ощущение, как ты пришел в какой-то супермаркет новый, гипермаркет, походил, посмотрел, ушел, какое-то выставочное место, но никак нет ощущения дома. Более того, мы сейчас стоим возле этого окна, вот я вот эту щелочку, которую я вам показывал, я ее крутил и влево, и вправо, реально идет сквозняк. Откуда ты такой, ну, сифонит? Соответственно, тоже вопрос в качестве постройки дома. Потихонечку переходим, и вот кухня. Кухне можно отдать должное в том, что она действительно в нормальных размерах, то есть не малютка, как бывало раньше. Вот этот шкаф, это шкаф из гардеробной, то есть, понимаете, человек сдает эту квартиру, соответственно, сделали так, ребятам вроде бы пожили, вроде бы норм, факт в том, что они уже отсюда съезжают. Вот, кухонка, сел, с таким видом попиваешь чай. Итак, друзья, мы добрались до кухни, и на кухне мы как раз обсудим жизнь в этом современном комплексе. Уже нам Данил, его супруга рассказали свои отзывы. Ребята, приготовьтесь зажимать пальцы. Давай начнем постепенно. Вот вы зашли здесь, ремонт был, скажем так, от застройщика. Собственник, который сдает вам квартиру, только лишь доставил сюда часть мебели. Про нее мы вам даже отдельно тут пару моментов покажем. Вот вы заехали жить. С точки зрения шумоизоляции, как? Ну, она никакая здесь. Шпателем поработали, люди там стул подвинули, все, все слышно как бы. Вот пока мы сидим на кухне, реально, сейчас кто-то подвинул стул, сверху слышно. Кто-то вышел, а слышал какой-то просто такой грохот. Это, говорит, сосед сверху, значит, дверь закрыл, вышло. Они уже на это даже внимания не обращают. Факт в том, что здесь это все слышно. Если сейчас открыть окно, то будет идти гул от дороги. Твоя супруга рассказывает то, что в прихожей она себе сделала рабочее место, соответственно, закрывает все двери в летнее время и слышно какие-то поезда, и это напрягает. К вам сюда приезжали друзья. То есть, я пересказываю с твоих слов, а ты уже говори верно, неверно. К вам сюда приезжали друзья и спрашивают, а что, блин, вид-то не на Москву-сити? И вот сейчас, друзья, прозвучала просто ключевая фраза от его жены, что слава богу, что не на Москву-сити, потому что там рядом проходит дорога, и было бы еще больше гула. Данил, расскажи вот эти детали. Соседи делают ремонт, и у тебя в квартире... Ну, все вообще, шпателем там как скребут, все вот это просто в деталях слышно. Как они там разговаривают, ну, что, видать, в квартире пусто, из-за этого эхо сильно. Ну, и в целом тут, ну, нету никакого этого. Пыль у вас собирается повсюду. Да, пыль, то есть, соседи делают вроде ремонт, везде по всей комнате вот эта пыль, как от шпаклевки, везде белая, каждый день можно протирать, она никуда не уходит, то есть... То есть, долбят стены, со стен сыпется, часть, может быть, там, с вытяжки вот этой сыпется, то есть, постоянно что-то протирают. В дополнение, вот, смотрите, открываем на проветривание. Раз. Там уже, уже, вы сейчас просто через микрофон это не слышите, но уже в ванной отыграл потолок. Вот самый прикол в том, что сейчас, когда открываем дверь, тяга просто бешеная, и, соответственно, вот так вот ты дома сидишь, захотел ты выйти, там, жена работает, а ты пошел, да, здесь все свистит, ты просто дверь отпускаешь, и все срабатывает так, что и двери гуляют, и потолок гуляет, и, соответственно, говорю, еще раз им там доделывали, чтобы лампочка не моргала. Соответственно, качество ремонта, иди назад на кухню, вот посмотрите просто, мне даже интересно, друзья, вот так оно должно быть, да, смотри, здесь, здесь, но обычно как-то делают на одном уровне розетку поднять, сделать, зачем это просто какой-то шаг сделал, непонятно. Это поднято вверх, то есть, смотрите, ну, логически, если размышлять, то вот у тебя идет фартук, здесь у тебя идет кухня, это нужно приподнять, здесь дополнительно там столешница идет, ну, это чего, то есть, соответственно, здесь нужно, короче, что-то нужно, знаешь, делать ремонт под разводку, то есть, как-то странно, вот, смотри, раз-два, да, и покажи вон те розетки, они сделаны нормально, и то, опять же, вот эти розетки, они получаются по уровню выше, чем вот эти, соответственно, кто-то делал так, знаешь, нормально, на сяльника, все сделаем в лучшем виде. И самый прикол, то, что вот мы стоим, обсуждаем, выясняется то, что это, оказывается, розетка-то для телевизора, то есть, друзья, вот она тут раз через раз срабатывает, прикол в том, покажи просто, вы просто вдумайтесь, когда делали разводку, да, все на разных местах, как вот вообще, кто додумался, вот сюда ставите лидер, ты представь, вот просто телек, вот он как-то так висит, то есть, частично над раковиной, опять же, вот, жена Данила рассказывает, вот обратила внимание, смотрите, дверь-то открывается внутрь, по-хорошему, то дверь должна открываться туда, она говорит, я стою, дверь открываю, и мне бьет по пальцам, здесь у тебя пространство в квартире сжирается, некоторые могли бы поставить, допустим, какую-то полочку под обувь, ты открываешь, херак, нет у этой полочки, ну просто бред, опять же, по технике пожарной безопасности, по идее, она должна быть туда, ну, в общем, все сделано очень странно и с большими вопросами, и все, знаешь, на разной высоте, в зале тоже, ребята говорят, мы пожили здесь с розетками, вообще беда, то есть, все сделано, знаешь, ну, не для людей, то есть, здесь нужно все нахрен переделывать, почему я в самом начале, опять же, здесь сказал то, что здесь еще и кухня сделана у собственника в стиле этого ремонта, объясню, вот, покажи, пожалуйста, вот эту часть, вот это вот у нас здесь вытяжка, да, соответственно, что у нас здесь, варочная панель электронная, ты поставил суп варить, у тебя пошло, ты захотел воспользоваться вытяжкой, она здесь есть, вопрос, пацаны, она работает, все, она вот работает, пожалуйста, куда она вытягивает, просто куда она вытягивает, вон там дыра, она просто вот здесь дует и все, соответственно, это не вытяжка, это просто, друзья, какой-то прикол, это сделано вот непонятно для кого, соответственно, знаете, это как вот бывает, там показывает что-то, что вроде бы внешне, визуально здорово, начинаешь копаться, щупать и понимаешь, что там, угу, так ладно бы, если бы это было бы еще жилье из серии по ценовому диапазону, доступное жилье, что вот такая квартира стоила бы там 6 миллионов рублей, ты покупаешь, живешь, цены свыше десятки, свыше десятки, вот за это, ну это просто бред, вот, у тебя вся грязище, ты захотел помыть себе окошко, как ты его помоешь, ты даже тупо открыть не можешь, с одной стороны, для чего это сделано, можно сказать, для безопасности, так а что в других-то домах, которых делают, бывает окна открываются полностью, там что, требование безопасности нарушено, что ли? Фишка еще в том, что ремонт сделан от застройщика, соответственно, здесь все сделано реально тяп-ляп, сначала я подумал, что вот этот потолок, который трясется в ванне, это косяк непосредственно собственника квартиры, что он так сделал, но нет, это уже было сделано изначально, более того, когда вы зашли, свет здесь весь нахрен тусклый, все постоянно перегорает, и ты обращался... Да, получается, когда мы сюда заехали, здесь от застройщика эти люстры везде были, вот, лампочки такие никчемные, ну и причем люстры были такие, что лампочку никак не поменять на другую, то есть они рассчитаны под маленький размер, света никакого не было, естественно, мы поубирали в ванне люстры, здесь поубирали люстры, чтобы хоть какой-то был свет, вот, но у нас перегорали лампочки, удлинитель включаешь, вырубала утюг, фен, ну все, вот такую технику домашнюю. Мы обратились в жилищник, пришел электрик такой говорит, у вас это лампочки не светодиодные, хотя у нас светодиодные, я говорю, ну ты посмотри внимательно, у нас светодиодные лампочки, он такой, нет, это у вас, значит, фирмы плохой, мы, говорим, мы уже разные перепробовали, он говорит, нет, вот лампочки делаем, мы говорим, вот у нас в туалете перегорает, то есть вообще не горит уже к тому времени, когда он пришел, он такой говорит, ну у вас там открутилось, я подкручу, все будет хорошо, прошел день или два, все, опять света нету, я там уже сам поковырялся, сделал свет, ладно, мы ему говорим удлинитель, почему, говорит, через удлинитель ставишь и утюг вырубает, он говорит, так, у вас утюг плохой, фен у вас плохой, надо сменить все вам, то есть у нас, говорит, дом супер-пупер электрика, не может быть такого, чтобы вырубалась, есть защита, говорит, тут электрика просто современная, ну то есть нахваливал, но по факту у нас все плохое, лампочки плохое, утюг плохой, фен плохой, все плохое, при этом до этого у нас все нормально работало. Еще важно не забывать о том, что в силу того, что дом по программе реновации, соседи бывают разные. Это не так, как в современных ЖК, где люди только покупают квартиры. То есть, ну я уж извиняюсь за выражение, всякая там алкота не купят. А здесь могут переселить. Есть люди, которые, как твоя супруга рассказывает, что 3 часа ночи, а музыка с каждой минутой все громче и громче. И это, естественно, слышится на весь дом. Не часто, но бывает, опять же. Дом 46 этажей. Вы вдумайтесь, тут включишь на 20-м, будет слышно на 30-м. И вот в таких вот нюансах, поймите, друзья, вот в этих вот мелочах. Шум, пыль, электрика. Здесь все нахрен нужно переделать. И, соответственно, те, кто заходят, они вот эти стены ломают. Ты рассказывал, что сосед ломал. Да, вроде как. Шум. Причем нам такая соседка зашла, говорит, мы только плиточку там поднимем. И все, говорит, неделю буквально. С 7 или 8 января неделю до сих пор делают ремонт. Неделю плиточку, говорит, только. Причем шум был такой, что просто там стену вот так вот выламывали. При этом жилищника заказывали. Он вывозил скаталками. Ну, видно стену, они конкретно ломали стену. То есть, может, планировали изначально плитку, но потом подумали, надо все нафиг сносить. Вот вам, пожалуйста. Это вот к слову о том, что иной раз люди спорят. Говорят, типа, в Бабкиной пятиэтажке. Вот мы снимали там сталинский дом, пятиэтажный дом. Да зачем это надо? Лучше вот в современном ЖК, лифты, все чисто, консьержи. Ну, вот вам, пожалуйста. Вот тебе в целом, вот ты пожил в этом доме. Вот по пятибалльной шкале оценка дому. Блин, один вообще. Один? Рекомендовал бы ты кому-то молодым семьям сюда переехать, купить? Нет, вообще. Мне искренне жаль тех людей, которые вот здесь живут и у которых квартиры есть. Прям вообще просто. Если бы так получилось, что это была бы твоя квартира, что условно ты жил в пятерке, твои действия? Я бы продал. На продажу однозначно. Смотрел бы где, какой-нибудь все-таки в новостройке обжитой или же уже вторичечку? Блин, ну тут нельзя сказать вот прям точно. Я бы посмотрел и новостройки, ну, которые уже хотя бы минимум 5, в идеале бы 10 лет, которые вот обжиты, когда уже возле дома там все есть, да, вот инфраструктура вся развита. Ну и вторичку бы тоже как бы посмотрел. То есть я бы рассматривал и так, и так. То есть конкретно бы вторичку. Друзья, здесь от себя лишь могу просто поделиться наблюдениями, что вот сколько мы ездим, снимаем. Я уже насмотрелся много там различных ЖК, которые мы и не снимали, но я их смотрел. Но фишка в том, что, я честно скажу, по моим наблюдениям, все, что для людей, вот действительно для людей, что ты придешь, и там будет качество, там будет хорошая планировка, там будет хороший качественный ремонт. Двухкомнатная квартира, площадью так 60-70 квадратов, 40 миллионов. Вот это вот будет действительно уровень такой, что ты зашел, и ты будешь получать от этого удовольствие. У тебя и двор будет широкий, и с большой, и с зеленой, все как положено. А вот это 10-20 миллионов однушки, двушки здесь примерно стоит. Вы вдумайтесь, вот за вот это вот, вот сидит довольный владелец, который уже вещи свои собирает отсюда сваливать, блин. Вот можно же сказать, врешь, ничего здесь не коротит. Вот я сейчас просто начинаю делать вот так. Сейчас. Короче, друзья, раз через раз все срабатывает, только что зашел один, думаю, дай-ка потрогаю потолок. Начал трогать, вот это все закоротило, серьезно. То есть, ну это ненормально. Если сейчас это не работает, но я это реально видел, ну, блин, это большой вопрос к электрике. Это ты будешь где-то находиться, у тебя все коротнет, нахрен, не дай бог, еще и сгорит. Вот удивительное, вот что не затронет тему, то все впечатляет. Казалось бы, вода. Мы живем на 33-м этаже, а их 46. Вот расскажи, как тут с водой? Неужели бывают косяки с ней? Нет, ну вода, к счастью, идет хотя бы чистая. Но когда ты, например, включил холодную, и у тебя стоит там посередине, либо на горячей, ты ждешь, пока пройдет эта вода, судя по всему. Либо, наоборот, тебе нужна с холодной на горячую, ты стоишь такой и ждешь, когда там уже вода пойдет такая. В реальном времени, не выдуманно, не так, что там 15 минут ждешь, вот в реале сколько примерно ждать? Бывает минута, бывает реально минуты 3 ждешь. То есть, чтобы с холодной пошла на горячую, с горячей на холодную. Она холодная, она сильно горячая, ты реально минуты 3 можешь ждать, пока вот пройдет. То есть, сначала потеплее, потом еще теплее, и вот так вот. Ну это реально просто геморрой. Это вот со временем, да, там, ладно, когда ты зашел, раз там, руки помыл, подождал, но жить это сложно. Хочешь там чайник набрать, так сидишь и ждешь, пока она это охладится. Ну то есть, вообще. Ты ждешь, пока пойдет горячая, холодная льется, а счетчики здесь, я не знаю, здесь тариф вообще какой-то космический, ну реально. Вот в обычной квартире ты на это даже внимания не обратишь, ну льется вода и льется, то есть все доступно. А тут, блин, за воду сколько ты говоришь? 2700 в декабре. 2700, друзья, я за квартиру, за однушку плачу, за все, коммунальные услуги 33100, за все. А это за 2700 за воду? Еще один живой эксперимент. Я открываю и включаю горячую воду. Теплая вода идет, серьезно, вот я прям на всю ставлю горячую. Ну просто, знаете, вода по ощущению сейчас как в бассейне летом, то есть не горячая, просто теплая вода. В такой воде ты мыться не будешь, ты околеешь, но сейчас подождем, пусть льется. Если что, поставим на быструю перемотку. Я прямо жду, когда она будет действительно горячая. Вот сейчас она стала чуть теплее, чуть-чуть теплее. А счетчик-то крутится? 40 секунд уже крутится. Уже 40. Вот сейчас она стала еще теплее. Пошла уже горячая. Горячая. Вот сейчас уже, да, во, все. Вот теперь уже она начинает, можно сказать, руки обжигать. Вот сколько прошло? Минута? 53 секунд. Почти минута. Думайте. Вообще прикол. И то есть, если я сейчас открою холодную, в обратную стою. Ну-ка, тихо. Открывай. Нет, холодную сразу пошла. Ну вот с горячей водой, соответственно, картина классная. Касаемо мобильной связи, ты тоже отмечаешь то, что и здесь есть подвох. И здесь свои косяки. Получается, например, ты вот сидишь, да, разговариваешь по телефону, вроде все нормально, связь хорошая. Чуть так вот голову сделал, там чуть телефон, все, ты пропал, связи нет. Либо обрубается, либо просто не слышно. Ни тебя не слышно, ни ты с кем разговариваешь не слышишь. Это абсолютно по всей квартире так. То есть, когда ты разговариваешь по телефону, ты сидишь такой и с места боишься стронуться, потому что чуть с места все, связи нет. Я уже боюсь говорить про то, что выйти в подъезд, где вообще все в стенах. Там нету, кстати, вообще связи. То есть, грубо говоря, разговаривать здесь можно возле окна. Ну, желательно, да. Вот самая лучшая связь, это вот на кухне. Я с кем-то говорю, я на кухне сижу. Чуть отошел, все. А с точки зрения интернета? Интернет здесь такой же. Но мы провели домашний интернет, поэтому, ну, Wi-Fi нормально здесь ловит. И просто представьте, на самом деле, вот здесь электрическая плита, у всех микроволновки, у всех интернет. Ладно, ты там живешь в пяти, ну, 12-этажном доме, а здесь 46. Сколько здесь всего волн, здесь реально, на самом деле, как вот оператор отмечает то, что здесь к своей старости можно просто превратиться в электроника. Опять же, управляющая компания. Рассказываю все со слов ребят. Вот сейчас сидим, общаемся, они говорят, вот когда был снегопад, снега было столько во дворе, то, что они даже возле дома не видели иной раз, чтобы машины приезжали, вычищали снег. Да, местами где-то грибут, а где-то вообще не грибут. Я сижу, слушаю так и думаю, блин, такое ощущение, как будто мы даже не в Москве находимся. Потому что вот я проживаю в старом доме, вот серьезно говорю, никак не нахваливаю, но у меня вычищают так, что всегда чистота. Поэтому вот вам сюжет из серии, когда люди живут в новостройке, они дико недовольны. И это не одни ребята, есть ролики про вот этот ЖК, где люди рассказывают то, что жить здесь невозможно, а есть при этом полноценно довольные люди. Вот сегодня воскресенье, еще в целом так тихо в доме, но в будние дни ты пришел с работы раньше, будешь слушать, как другие делают ремонт. В общем, Данилу огромное спасибо за то, что он нас пустил к себе в гости, все рассказал, показал. Данил снимает ролики для Ютьюба, у него есть свой канал, он начинает, снимает много полезной информации. Я прямо оставлю на него ссылочку, зайдите, посмотрите. Канал называется «Жизненный опыт», парень толковый, веселый. И самое главное, у него есть, что вам рассказать полезного. Друзья, те, кто проживают в подобных новостройках, и вы наоборот скажете, «Все не так, у нас все круто, вот ты к нам приезжай, мы тебе покажем». Почта для связи со мной в описании. Все те, кто ранее писал, я все записываю, сделаю обязательно. В общем, пишите, будем снимать полезные жизненные сюжеты. Ну, согласитесь, сегодня было интересно пройтись и посмотреть, как люди живут. Ну что, друзья, вот такая вот она интересная новостройка под программой «Реновация». Вот самое главное, пока мы гуляли, вы видели хоть один пандус для колясок, для инвалидов? Все, что мы ходили, здесь может пройти только здоровый человек. Других мы не заметили. Самый прикол в чем, то что здесь все, конечно, внешне, да, с какой-то момент может показаться, что вроде бы неплохо сделано, но качество, вот вам живой отзыв человека, молодого человека 22 года. Что будет, если найти человек, которому лет так 40, опытный взрослый мужик, кто занимается строительством, кто здесь пожил год? Вот он, блин, покажет здесь столько косяков, что мама не горюй. Поэтому, ребята, делайте выводы. Казалось бы, третье транспортное кольцо с видом на Москва-Сити, как в рекламе все красиво расписано, вот вам ситуация. Сейчас вы ходили с подъезда, люди говорят, прежде чем открывать дверь, закройте эту дверь. Я говорю, а что, тяга очень большая, та самая история, что сейчас, если они откроют, дверь хлопнет, все может разбиться. В общем, сегодня было круто и интересно. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Когда мы что-то снимаем, вы уже заранее можете высказать ваше мнение. У меня сегодня все, до новых встреч, всем пока-пока!